Хочу коснуться еще одной темы, которая касается нашей недельной главы Балак, этот великий преступник, через его скверные уста, священную воскту, такие пророчества, мы приходим от Чеха, то есть это… Почему, зачем? С одной стороны, Белам хотел окончательно решить еврейский вопрос, чтобы это было четко очевидно. Он на мелочи не разменивался. Это то, что пишет Тосфуд, Саган Брохот, когда он ожидал момента, когда Всевышний сердится, сказать одно слово – «калем», уничтожих, уничтожих. Всевышний обратил слова «калем» в мелах, в царя. И вот, с другой стороны, мы видим такое мельчайшее прощество, которое через него раскрылось. Что вот раскрылось? Удивительная вещь, что его желание нас проклясть, оно побудило те внутренние силы Всевышнего, которые раскрываются за оболочкой наказаний, называется, суда. Раскрылась величайшая любовь Всевышнего к нашему народу. Поэтому то, что раскрылось – это суть прочества Белама. Однако нам нельзя добавить еще одну вещь. В итоге Белам сумел сильно нагадить. Сильно нагадить. Он понял, что через Всевышнего он не может нас наказать. Он не может взыскать, потребовать проклятия. Он не может потребовать суда. Всевышний, Всевышний, Всевышний. А что там можно сделать? А можно евреев соблазнить на разврат или лилопоклонство. А тогда известная вещь – Всевышний не терпит разврата, не терпит лилопоклонства. Всевышний. Есть удивительное сочетание двух слов, которые совершенно непонятны. Всевышний называется в Торе «Кель-Кано». Он – Бог ревнитель. Имя «Аллифламед» означает «высочайшую меру добра». И с несколькими он свечет. Имя «Аллифламед» означает «меру добра». Как это вместе уживается в месте «Кель-Кано». То есть Бог ревнитель, он поражает, поражает идолопоклонников. Поражает. Там написано очень, тут написано очень страшная вещь. Есть вещи, которые обращают меру добра Всевышнего в меру страшного наказания. И это то, что знал Белам. Поэтому он, когда увидел, что его попытки проклясть не помогают. То есть любому Всевышнему это как стена стоит против всех его проклятий. Но, однако, есть еще один способ повернуть наш народ в грех. Поэтому он дал совет. Дал совет. Таким так, стратегия непрямых действий. Прямо со Всевышнего не получилось. А вот сейчас, если вы сумеете евреев соблазнить грехам, мы читаем главы Пинхас, что заслуга Пинхаса Всевышнего не уничтожила весь еврейский народ. То есть, если бы не Пинхас, его чувство ревности за Всевышнего, то, что он убил земли, то наш его народ был бы уничтожен. То есть то, что Белам хотел сделать напрямую, проклятый наш народ, он понял, что не может. Но у него был очень гнусный совет. Такое понятие хохомим хэмэлээрея, а не мудрый гадить. Его мудрость Белама, он знал, как нам сильно нагадить. То есть он послал, дал совет соблазнить наш народ чужеземных женщин, а Шамниру соблазнили, наняло поклонство. И это две вещи, которые пробуждали Всевышнего, это меру кель-кану. Кель-кану. Если бы не, то есть я бы сказал так, мера за меру. Ревнитель Пинхас остановил ревнителя Всевышнего. То, что Пинхас был, Пинхас Кано, его ревнитель, то, что чувство ревности за Всевышнего спасло нас от ревности Всевышнего. Однако нам надо вечно узнать. Когда мы говорим о том, что окружающие события нас предупреждают. Всевышний не наказывает, пока не предупреждает. Надо понимать, что если, дай Бог, наш народ находится в состоянии погружения в разврат, и тем более в идолопоклонство, то это причина великой ревности Творца. Поэтому мы должны знать, что, конечно, мера милосердия Всевышнего очень велика. Всевышний знает не хуже нас, что, в большей части, наш народ – это тенокодшие, нежбупленные дети. Но, однако, мы должны всеми силами исправлять себя, институт другим, чтобы усилить меру милосердия Всевышнего, чтобы исполнилось и ради нас. Лог и лития – это мне слово, как я натишу. Говоришь, что нас не поразило, не дай Бог. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok